Приветствую, друзья! Я никогда не сомневался, что гражданское общество эффективнее нашей власти. Ну, думаю, вы тоже. Кризис, эпидемия коронавируса, это ведь самый серьезный кризис для человечества, во всяком случае, в 21 веке. Он ярко показывает, кто и чего стоит, показывает, кто есть кто на самом деле. Мы много говорили и еще будем говорить о реакции на эпидемию нашей власти. Это будет большой и серьезный разговор. Кризис показал, что на государство мы, к сожалению, рассчитывать не можем. Ну, впрочем, мы и не сомневались. В тяжелой ситуации люди оставлены наедине с бедой, наедине со своими проблемами. И это больше, чем ошибка власти, это преступление. Но сегодня я хотел бы поговорить о другом. Тяжелая ситуация вскрывает не только проблемы. В такие моменты в людях, в хороших людях, ярко проявляются лучшие черты. В истории с эпидемией есть много возможностей для проявления лучших качеств. Человечности, сострадания, милосердия. Я очень рад, что людей с такими качествами среди наших граждан оказалось очень и очень много. О таких людях и об их инициативах надо говорить. И их надо поддерживать так, как мы можем, настолько, насколько мы можем. Самое уязвимое перед лицом эпидемии часть общества – это старшее поколение. Как показывает статистика многих стран, чем старше человек, тем больше риск неблагоприятного течения болезни. Поэтому старикам нужна самая строгая изоляция. Но если молодежь прекрасно справляется с карантином, ведя, как принято, обычную онлайн-жизнь, то старикам сложнее. Старшее поколение сталкивается с проблемами, главной из которых – покупка еды. Как это сделать, не выходя из квартиры? К сожалению, государство об этом не подумало. Хотя должно было бы. Хорошо, что есть неравнодушные люди. Друзья, всем привет. Меня зовут Никита Кукушкин. Я запускаю компанию, которая называется «Я в помощь». Дело в том, что с завтрашнего дня пожилые люди старше 65 лет должны будут находиться дома на самоизоляции за риск заболевания коронавирусом. Волонтеры, фонды изо всех сил стараются обеспечить их продуктами на время пребывания в карантине, но ресурсов и сил на всех точно не хватит. Зато ресурсов и сил хватит у нас с вами, у соседей, по лестничной клетке, по дому. И не только отдельные люди, но и фонды, и бизнесы. Вот, например, владельцы кафе «Добродомик» Александр Синяк и Евгений Гершевич. Они ежедневно кормили бесплатными обедами до 300 дедушек и бабушек. Из-за коронавируса акция была приостановлена. Но теперь все пенсионеры, посещавшие этот самый «Добродомик», могут позвонить и им привезут продукты домой. Ну, а кто-то просто обходит всех соседей по подъезду и выясняет, кому какая помощь нужна. Обходите своих соседей, своих друзей. И это то, что мы с вами можем сделать вместе. В конце концов, не так сложно сходить в магазин, купить продукты человеку, который находится в зоне риска. Здесь дело два дня назад, и действительно это работает. Вообще, как оказалось, отдельный человек может сделать гораздо больше, чем мы привыкли думать. Вот москвичка запустила сервис для пожилых людей по заказу еды по телефону. Вот вроде бы очевидная вещь. Старикам нужно сидеть дома. Они самые уязвимые для вируса. Но им тяжело пользоваться интернет-сервисом. Они просто не привыкли к ним. Сделайте же горячие линии по заказу еды. Сделайте доставку. Это же копейки стоят для государства. Ну нет, не приходит в голову. Показалось неважным. А люди сделали. Сами. Потому что не дождались. В условиях карантина, а давайте называть вещи своими именами, каждая мелочь имеет значение. Тут уж, поверьте мне на слово, а я в изоляции, назовем ее так, провел достаточно времени, мелочи имеют значение. Ну, например, домашние животные. У вас собака, например. С ней надо гулять. Как себя в этой ситуации ведет государство, к сожалению, мы знаем. Мы даже собаку не дали завести домой. Зато потом не поленились. Целое судебное заседание собрать. Кучу бюрократов подключить. И тут же контраст с тем, как ведет себя гражданское общество. Волонтеры из Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Краснодара готовы позаботиться о ваших питомцах, если вы на карантине или заболели. Бесплатно погуляют, покормят или возьмут на время. Не потому, что должны, не за деньги. Просто потому, что считают это правильным и нужным. Просто потому, что по-другому эта проблема не решается. Может быть, власти не занимаются такими, на их взгляд, мелочами, как доставка еды и выгул домашних животных, потому что сосредоточены на решении более важных проблем, что может быть важнее в разгар эпидемии, чем обеспечение работы медиков. Это же первоочередная задача, но ее приходится решать волонтерам. В российских больницах не хватает средств индивидуальной защиты. Средств защиты у нас нет. То, что вы едите на нас, это не средства защиты от вирусной инфекции. Мы обращаемся почему к вам? Потому что наше руководство выделяет нам средства защиты на отделение одно-две упаковки. Одна-два комплекта. Мы не отказываемся от работы в отделении. Мы любим наших пациентов. Мы хотим, чтобы было выздоровление у всех. Но работать в таких незащищенных условиях, к сожалению, не представляется возможным. Государство эту проблему решить не может. А у волонтеров пусть не полностью, но получается. Вот Людмила Голубкова просто через Фейсбук объявила сбор денег, закупила средства индивидуальной защиты и отправила их в больницы. Вот уже и благодарность от медиков есть. Большой проблемой для врачей является отсутствие актуальной информации о вирусе и исследованиях из других стран. Статей много, они постоянно обновляются, их нужно искать и переводить. Казалось бы, тут у государства колоссальные резервы. Сколько в стране языковых вузов? Организовать преподавателей и студентов старших курсов, посадить на переводы снова не выходит. У государства. А у граждан получается. Волонтеры быстрее и эффективнее справляются с проблемами, чем наша власть. Государство еще только раскачивается. Проводят под камеры какие-то совещания. Обычные люди уже решают проблемы сами, без всякого начальства, без аппарата принуждения. Эпидемия коронавируса уже идет несколько месяцев по всему миру. Накоплен достаточно большой опыт. Это позволяет нам, поскольку в России вирус пришел позже, ну, во всяком случае, как говорят. Так вот, нам позволяет использовать чужие решения, а не набивать собственные шишки. В разгар эпидемии медики вынуждены работать по 12-18 часов в сутки, а значит, у них просто физически нет времени ехать домой. Мире давно поняли эту проблему, и чтобы ее решить, для медиков снимают комнаты в отелях, неподалеку от работы. Вот простое, очевидное, недорогое из-за пустующих отелей решение. Но у нас опять проблему поняли волонтеры, а не государство. Сейчас те врачи, которые работают с коронавирусом, те врачи, которые общаются с больными пациентами, они находятся прямо на самом острие. И, естественно, когда они понимают, что они приходят домой, они могут заразить родных, близких. И мы договорились с этим хостелом на то, что мы также начинаем сбор на них, и закрываем им коммунальные услуги, и те минимальные траты, которые необходимы, чтобы хостел функционировал. Это получилось, по-моему, 80 тысяч рублей на 20 номер на месяц. Это чистая себестоимость, мы не платим никаких аренд, мы не платим доход хостелу. Это то, чтобы он мог не закрываться, и предоставлять бесплатно свои места для врачей, для тех, кто работает с больными. Волонтеры собирают средства на обеды врачам. А Некоммерческий фонд профилактики рака взял на себя задачу по созданию информационного ресурса для снижения нагрузки на службы неотложной помощи. Ситуация с коронавирусом сложная, и будет оставаться сложной еще какое-то время. Но среди нас много хороших, инициативных, небезразличных людей, которые готовы тратить свои время, ресурсы, деньги на общее благо. Эти люди эффективнее власти и не зависят от нее. Сейчас они делают чрезвычайно важное для всех дело, но нуждаются в нашей поддержке. В описании этого ролика будут ссылки на сайты и социальные сети этих неравнодушных людей и организаций. Посмотрите, чем вы можете им помочь. Может быть, записаться в волонтеры, может быть, сделать пожертвования, может быть, еще как-то. Я со своей стороны поступаю так же. Конечно, я рассказал сегодня далеко не про всех. Наверняка многих упустил, о каких-то инициативах не знаю. Но если у вас есть такая информация, вы ее присылайте. Я постараюсь рассказать и помочь. Низовые гражданские инициативы – это лучшее, что происходит в стране сейчас. Это именно то, что дает нам надежду, что страна в результате поменяется к лучшему. Берегите себя. Счастливо. Продолжение следует...